Добрый день, я благодарен очень за приглашение на вашу школу, я тут в прошлом году был первый раз, мне это очень понравилось, про окрестностей можно не говорить, но и школа у вас очень хорошая, по-моему. В прошлый раз я рассказывал электрослабую теорию, ну вообще-то это важный топик, сейчас вот вы знаете, хикс, бозон ищетная лечит, центральная сева там, так-то топик важный, но в этот раз я решил рассказать то, чем я непосредственно занимался в последнее время, и сейчас продолжаю заниматься, но мне это и рассказывать интересно, и эта задача такая практически учебная, то есть можно не знать никакой технологии предварительной, такой простой университетский курс в квантовой механики, но немножко в квантовой электродинамике, это уже достаточно, чтобы понимать то, что я буду рассказывать. Значит, ну вот там в расписании написана лекция, что атом в сильном магнитном поле, но вот тут я написал модификация закона Кулона и энергетических уровней, атомов водорода в сверхсильных магнитных полях. Ну что такое сильное магнитное поле, что такое сверхсильное, это все, конечно, условно, и от задачи зависит, но обычно, ну вот все знают, что такое сильное магнитное поле, это когда вот атом вы помещаете в магнитное поле, то там есть специальное квантовое число, да, М, проекция момента на ось Z, и вот, если, так сказать, по этой проекции момента без магнитного поля состояния были выражены, уровни, то когда магнитное поле накладывается, это выражение снимается. Ну и там есть, когда магнитное поле слабое или сильное, у вас эффект, соответственно, Зеймана и Пашина Бака, вы это все изучали в университете, но сильное и слабое имеется в виду по сравнению с тонкой структурой. То есть энергия уровней атомов водорода, это МФ в четвертый, ну, МА в квадрат, тонкая структура МА в четвертый, и уже сильное или слабое по сравнению с энергией в магнитном поле, по сравнению с этим МА в четвертый. Но с чего бы я стал вам сейчас рассказывать Про эффект Зимана и Пашина Барка Сто лет уже этому Эффекту и все вы это все знаете Поэтому меня не это конечно будет интересовать Для меня сильное поле Это гораздо большие магнитные поля Сейчас вот до этого мы доберемся Значит вот тут написано Что это вот недавно решенная квантово-механическая Плюс квантовая электродинамика Почти такая Учебная проблема Решена она была вот с Шабадом Иосовым Шабад кстати у вас тут был на школе несколько лет назад И про сильные поля он читал лекцию Вот и вот Была значит их работа 7-8 года И была там численно была задача решена И А вот моя работа значит 10-й год И вот с Бруном вообще наша работа в 11-м Году и вот до сих пор Как я уже сказал я этим продолжаю заниматься Мы этим продолжаем заниматься Но это в конце немножко Еще такое сильное магнитное поле вот для этого доклада Это значит магнитное Значит что такое сильное магнитное поле для этого доклада Это магнитное поле больше чем М квадрат Е куб То есть тут никакой не альфа в четвертой Что есть Е в восьмой А это вот гораздо более сильные поля М квадрат Е куб Значит если у меня поле больше чем это поле То это вот сильные поля Которые только такие поля Меня и будут интересовать и на сегодня и завтра Значит ну сразу тут систему ЕС Я пишу вот удобно работать в гауссовой системе ЕС Так называемой То есть у меня Е квадрат 1,137 И она равна альфа Ну обычно Е квадрат на 4П это альфа Но гауссовая система ЕС она удобная и там Е квадрат равно альфа Вулагранжан мне не единица на Энергия мне не единица на 8П Е квадрата А 1,2 Е квадрата Ну это просто систему Дубная система ЕС Для атомных таких задач То есть комтона с кабиной волны в объемчике размером комтона с кабиной волны Получается В объемчике размером комтона с кабиной волны Получается энергия магнитного поля порядка массы электронных Сейчас В объеме порядка комтона с кабиной волны Слушай, как понять вот это вот Сейчас, как это понять Это мы сейчас доберемся Откуда это взялось, конечно, я это скажу На следующий прозрач Значит сильные магнитные поля Там написано умножить, а там поделить непонятно Конечно, да. Вот сильные магнитные поля, это B больше, чем m квадрат помножить на E куб. Это сильные, стронг магнетики. Сверхсильные магнитные поля, которые тоже меня будут интересовать, это m квадрат поделить на E куб. То есть они еще в альфа куб раз сильнее. То есть сильные для пашины Бака. Что? Сильные для пашины Бака. В пашине Баке говорить нечего. Вот эти поля, они даже для пашины Бака слишком сильные. m альфа четвертый? А! Согласен, согласен. Альфа, а не E. Вот эти поля, пашин Бак, зиман, это все гораздо более слабые поля. Они, кстати, сказать, вот, ну давайте я сразу, может быть, скажу, что в этой задаче есть некоторый недостаток. Она вот очень хорошая такая, учебная, ее можно рассказывать. По-моему, она вполне интересная, я стараюсь в этом убедить. Но недостаток в том, что эти магнитные поля, ну не только в лаборатории, но и даже, так сказать, вообще таких полей, они нигде не существуют и вряд ли когда-нибудь существовали. Ну, про числа это будет уже на самом простой ледней прозрачке, я завтра скажу. Ну вот, так сказать, недостаток задачи в том, что об эксперименте речи быть не может. Проверить это все на эксперименте нельзя. Но, тем не менее, так сказать, хотим интересоваться асимптотикой. Вот полезно в всяких физических задачах смотреть асимптотику. Там, чем уроносечение при энергии, стремящей бесконечности, например. Ну а тут, какие энергии атомных уровней при магнитном поле, стремящей бесконечности. Такая, в этом смысле, как математическая постановка, она существует, да? Значит, сверхсильное магнитное поле сказали, что такое. Теперь, что такое радиус Ландау, или в твердом теле называют еще магнитная длина. Это вот это АН, это единица на корень из ЕБ. Ну, у нее размерность длины, и это вот полезная величина. Сейчас, если все эти формулы берутся, это сейчас будет вот на этой прозрачке. Ну, я решил начать с чего-нибудь совсем простого, потому что сказали, что это второкурсники есть. Ну, вот давайте из принципа неопределенности получим это все. Значит, вот берем электрон. Он движется в перпендикулярном магнитном поле. Ну, конечно, эта задача точно решена, так сказать, давным-давно. Но то, что меня интересует, качественно. Мы можем это все из принципа неопределенности, то, что мне нужно, подчеркнуть. Значит, ну, вот пусть электрон, значит, он движется в перпендикулярной плоскости вокруг магнитного поля вращается. Да, пусть классическая, пока не квантово-механическая задача. Ну, тогда у вас есть силу Лоренца, которая на него действует, ЕББ. Да, и он по кругу вращается. Значит, она равна МБ квадратная. Удомножаем обе части на массу, получаем ЕБП равно П квадратная. Или отношение, значит, радиуса орбиты к импульсу электрона есть единица на ЕБ. Значит, ну, что это означает? Это означает, что фиксированное магнитное поле, чем больше импульс у частицы, тем по большему радиусу она будет вертеться. И наоборот, чем меньше импульс, тем он по меньшему радиусу будет вертеться электрон. Однако, у нас есть квантовая механика. Поэтому вот есть соотношение неопределенности, что Δr на Δp не может быть меньше единицы. Тогда подставляем это вот соотношение сюда, импульс заменяем на R, и тогда у нас получится, что размер электрона всегда больше, чем единица на корень из ЕБ. Значит, в отличие от классики, где у вас, может, с маленьким импульсом по сколько угодно маленькой орбите он вращается, квантовая механика всегда у него будет, размер его орбиты будет больше, чем единица на корень из ЕБ. Это вот как раз эта магнитная длина, помните, была у меня единица на корень из ЕБ. Это, значит, размер вороновой функции основного состояния перпендикулярной плоскости. Перпендикулярной магнитному полю плоскости. Вот он дается этой формулой. Основной уровень. Если вы возбуждаете, то он пухнет, становится больше. Основной вот такой. Значит, теперь дальше. Значит, вдоль поля Б электрон движется свободно, у него силы не действуют, а перпендикулярной плоскости он сжат. Сжат вот до такого размера. Это было чистое магнитное поле. Теперь без всякого атома. Теперь берем атом без всякого магнитного поля. Опять то же самое. Сила Лоренса. Действует заряд на поле. Значит, Е квадрат поделить на Э квадрат. И опять он по радиусу вращается, да, вокруг ядра. Значит, это равно Э квадрат на Э. Ну, опять-таки, домножаем тут на... Ну, радиус сюда переносим. Домножаем тут еще раз на массу, чтобы импульс получить. Получаем такое равенство, что Е квадрат на Э равно квадрат на Э. Ну, и опять-таки, принцип неопределенности используем. И получаем, что размер будет больше, чем единица на Э квадрат. Ну, что такое единица на Э квадрат? Как вы все знаете, это Боровский радиус. То есть размер основного уровня атома водорода – это единица на Э квадрате. Вот Боровский радиус – единица на Э квадрате. Значит, что такое сильное магнитное поле, наконец? Вот до этого добрались. Вот это если АН равно АБ. Или меньше. То есть, если нет никакого ядра, а есть просто магнитное поле. Если мы сжали электрон до размера меньше Боровского радиуса, то это значит, что когда мы будем накладывать уже, когда мы учтем ядро, в поперечной плоскости доминирует будет именно магнитное поле. Оно очень сильно его сжимает. Вот. И вот, значит, сильный магнитный... Теперь надо подставить, так сказать, взвести это в квадрат, и у вас тогда получится как раз единица на МЕ куб. То есть магнитное поле больше, чем М квадрат поделить на Е куб. Ну, давайте еще раз. Значит, ЕБ равно М квадрат Е в четвертой. Одна степень Е сокращается, и получается, что если Б у меня больше, чем М квадрат, помножить на Е куб, Б больше, чем М квадрат, помножить на Е куб, тогда у меня, значит, так сказать, размер Ландаусской орбиты меньше, чем Боровский размер. А Аж меньше, чем Аборовский. То есть магнитное поле сильное. Вот это вот у меня сильное магнитное поле. Не вовсе не Зиуман, не Пашенбак, а вот такое вот сильное. А вот это вот я называю сильным магнитным полем. Михаил Иосифович, можно вопрос? Да. Проще это нельзя сказать, что сильное поле, это когда сила Лоренца по порядку личины такая же, как сила Кулоновская в атоме. Ну, или больше. Или больше. Ну, я не про силу говорю, может, про силу и можно, не знаю, насчет силы. Без неопределенности Безенберга. Нет, у меня есть, значит, два неравенства. Первое, что у меня магнитная длина меньше, чем Боровская. А второе, я не про силу бы сказал, а про энергии. Что энергии атома ме в 4-й, они меньше, чем энергии движения в магнитном поле. ЕБ поделить на м квадрат. Вот если ЕБ поделить на м квадрат больше, чем м квадрат на е в 4-й, то значит, что Б больше, чем м квадрат на е куб. То есть энергии, так сказать, вот это квантование в магнитном поле, там энергии больше, чем в атомном. Получится ли с силой это неравенство? Ну, не знаю, можно с силами посмотреть. С энергиями и с длинными получится. В плане-то механики... Порядки ручные получились. Ну, наверное, да. Значит, это план того, что я буду рассказывать сегодня и завтра. Значит, ну вот это я уже сказал, что есть у меня два параметра задачи. Боровский радиус и магнитный вот этот вот радиус. И сильное поле, это когда магнитный радиус много меньше Боровского, или Б много больше, Якубом, Е в квадрате. Это сильное поле. Значит, если так вот будет, то тогда электроны на уровне Хландау будут чувствовать слабый кулоновский потенциал, двигаясь свободно вокруг оси Z. Вот вокруг оси Z, вдоль, простите, оси Z. Вдоль оси Z они не чувствуют никакого магнитного поля, а кулоновское как раз чувствуют. Значит, такая одномерная кулоновская задача получается. Вот. Значит, эта задача была решена Лоуденом и Элиотом в случае сильного поля в 60-м году. Они численно решали уравнение Шреддингера для этой задачи. Ну, и с тех пор много людей этим занималось. Вот, например, тут ссылка на некую работу 95-го года, где это считалось уже со многими-многими значащими цифрами. То есть там есть разные уровни, их энергии вычислены очень точно. Числены. Если вы учебником Ландао-Лившица пользуетесь, ну, так в основном тут люди молодые, то, наверное, они пользуются изданием после 74-го года. Я учился до 74-го года издания. Вот после 74-го года в Ландао-Лившице эта задача включена. О движении электрона в сильном магнитном поле. Она там есть. Вот. И также она подробно очень разобрана. Есть такой хороший очень задачник по квадратной механике, Галецкий, Коган, Корнаков. И там эта задача тоже очень подробно анализируется. Что вы из этих учебников можете найти? Вы можете найти, что энергия основного состояния, есть минус МЕ в четвертый пополам, то есть это просто Риттберг, умножить на квадрат логарифма отношения магнитного поля, вот к этому М квадрат Е куб. То есть у меня это отношение большое. Но это логарифм. Логарифм никогда большим не бывает. Но вот, тем не менее, основной уровень, он ниже, чем Риттберг. Его из-за магнитного поля он опускается. Без магнитного поля был Риттберг, а магнитное поле его тащат вниз. Почему? Потому что оно поджимает электрон к ядру, а около ядра кулоновское поле сильное. Поэтому электрон оказывается более связанным. Значит, И в пределе Б стремящих бесконечности из этой формулы следует, что основной уровень уйдет на минус бесконечности. Провалится. Провалится вниз основной уровень, да. И вот то, что я буду говорить, сегодня, а в основном завтра, это то, что на самом деле это неправильно. Это вот точное высказание. Это неправильно. То есть, так сказать, там есть электродинамические такие, ну так сказать, поправки, они не поправки, потому что они определяют положение энергии. На самом деле он вниз не проваливается. То есть в Ландау неправильно вы утверждаете, Михаил Осинович. Вот так, при такой аудитории. Тут можно критиковать с двух сторон. Первое, что, вообще говоря, даже в области применимости, то есть если В, скажем, в 10 или в 100 раз больше, чем М квадрат Е на Е куб, это ещё не сверхсильное поле. То, что я сказал, что будет качественно, не так, что не будет, это будет как раз при этих сверхсильных полях, когда М квадрат поделить на Е куб. То есть наивно казалось бы, что Е в шестой, это 10 в шестой, то есть шесть порядков эта формула работает, ну а дальше бог с ним, так сказать. Но всё равно громадная область приложения, шесть порядков бы она работала. На самом деле она, к сожалению, и тут не работает. Она вообще формула, формула вообще несколько неудачная. Качественная она правильная. Качественная, если вы решаете просто уравнение Шреддингера, вот в этом магнитном поле, то действительно уровень идёт вниз, и действительно лидирующий член логарифм квадратный. Но точность этой формулы очень плохая, я сегодня до этого доберусь. Вообще говоря, два уровня неправильности, так сказать. Первая, что эта формула просто нехорошая. Она даже в области, где она должна была бы работать, она не очень хорошая. Но, так сказать, а второй уровень, это то, что когда поле сверхсильное, то там просто другая формула. А чтобы оправдать Ландау и Лившица, я специально 1974 год написал. То есть Ландау уже не было, когда эта задача появилась. Вот. Не хочется, конечно, всё, комкость. На самом деле, вот эта формула с логарифмом, понимаете, если вы... Вот как у меня может быть практическое приложение? Например, вы померили спектр где-нибудь там в пульсарах, вы померили какие-то переходы. Спектр, да? И хотите восстановить, какое магнитное поле в этих пульсарах. А это очень важно, какое там магнитное поле, но для звезды очень важно. Так вот, так как тут стоит логарифм квадрата, так как я сказал, что формула это плохая, то вы в поле ошибётесь на порядке. Вот если вы будете пользоваться этой вот формулой, вы в величине магнитного поля ошибётесь на порядке величин. Но энергия будет отличаться в разы, ну там. Но при этом поле будет отличаться очень сильно. Поэтому практически такой формулой пользоваться точно нельзя. Но это Е0, это основное состояние. Да. Вы же меряете переходы. А остальные уровни, про которые я скажу, они практически такие же, как у атома водорода. Потому что важен именно Е0. И С-волновые тоже? И возбуждённые С-волновые тоже? Тут не совсем С-волновые, у задачи нет вращательной симметрии. Тут другая симметрия. Но уровни возбуждённые, лучше говорить. Вот есть основной уровень, который уйдёт вниз, а есть следующие уровни, которые сидят примерно на Риттберговской серии, на Бальмеровской серии. Ну хорошо, значит, давайте я лучше всё-таки, наверное, не буду забегать вперёд, а то тогда вообще ничего не поймёт. Значит, это первый пункт. Теперь второй пункт. Так как я сказал, что в этой задаче у меня электрон движется свободно, одномерно, ну, почти свободно, одномерно, его кулон держит, то разумно рассмотреть двумерную квантовую электродинамику. То есть 1 плюс 1. Одно время, одно пространство. И посмотреть, как там устроен кулоновский потенциал. Ну, вот эта двумерная квантовая электродинамика, если там ещё был бы и безмассовый электрон, безмассовый фермион, то это то, что называется модель Швингера. Это знаменитая модель Швингера, а я буду её рассматривать с массивным электроном. Ну, в частности, как частный случай, можно положить массу, равную нулю, тогда будет просто модель Швингера. Но я более общие напишу формулы с массивным электроном, мне это будет интересно. Значит, что мы найдём в этой двумерной модели Швингера? Что радиационные поправки к кулоновскому потенциалу в одномерии, значит, мы найдём эти поправки. Значит, как их найти? Нам надо будет посмотреть позиционный оператор. Ну, давайте, может быть, сразу диаграмму файминскую покажу, да? О, значит, я хочу проверить радиационные поправки к кулоновскому потенциалу. Вот эти радиационные поправки. Чтобы их найти, мне нужно посчитать эту петельку. Этот есть позиционный оператор фотона. Давайте, назад вернёмся. Вот я посчитаю этот позиционный оператор фотона, но дальше, чтобы найти потенциал, мне нужно сделать Фурье преобразование. Из импульсного пространства в координатное. Я не смогу сделать с этим позиционным оператором это преобразование, там формула достаточно сложная, а я напишу некоторую интерполирующую формулу, аналитическую, простую – которая имеет хорошую точность и получу аналитическую формулу для вот этого потенциала Фиат-Зет и я найду, что если у меня в двумерной квантовой электродинамике заряд размерный вы знаете, что в четырехмерии альфа, е квадрат, это 1,137 она безразмерная ну а это я чуть-чуть поясню когда я до этого доберусь это хорошо известный факт, что в двумерии электрический заряд размерный и поэтому у меня может быть два случая либо этот заряд больше, чем масса фотона чем масса, простите, фермиона и тогда у фотона возникает масса порядка вот этого G то есть в случае нулевой массы фермиона или легкий фермион в этом случае у фотона возникает вот эта масса и имеется экранирование кулоновского потенциала на всех Z если G больше M двумерная электродинамика это просто поле плоскости нет, нет двумерная электродинамика значит 1 плюс 1 и кулоновский потенциал есть Z это действительно вот я говорю плоскость да, это сила между двумя плоскостями сила постоянная плюс время да, потенциал Z плоскость плюс время, а длина плюс время 1 плюс 1 но правильно глина ann치insato да да, поэтому кулоновский потенциал в случае четырехмерного, или трехмерного единица на Z ну, или единицу на ER вернее да, кулоновский потенциал это просто то, что Вы в школе изучали а в случае одномерной электродинамики это Z И вот этот потенциал Z у меня и будет экранироваться Он будет экранироваться за счет радпоправок Дальше Если, значит, вот еще раз Если электрон будет легкий, то будет экранировка Если электрон будет тяжелый, больше чем G Тогда никакой экранировки не будет И будет просто маленькая радпоправка, которая меня не интересует Дальше, мы идем к четырехмерной теории И там, в четырехмере, как я сказал, заряд у меня безразмерный Но, тем не менее, у меня в сильном магнитном поле есть такая комбинация E куб B И если магнитное поле B будет больше, чем ME квадратное Поделить уже на этот раз на E куб То есть вот это сверхсильное магнитное поле Насколько оно сверхсильное, я тут все-таки написал Значит, 137 умножить на поле ME квадрат поделить на E ME квадрат поделить на E Это знаменитое поле, оно называется Швингерское Ну, может быть, вы это знаете Что если мы берем магнитное поле и электрическое поле У них размерность одинаковая Если мы берем электрическое поле ME квадрат поделить на E В нем начинают рождаться пары Ну, из вакуума, так сказать, рождаются E плюс и минус пары Вот это так называемое Швингеровское поле Электрическое В магнитном поле пары не рождаются из вакуума Но, тем не менее, ME квадрат на E Это вот критическое магнитное поле Швингеровское 1 из 4 на 10-12 гаусса Мое сверхсильное поле еще там Ну, два порядка Больше, да Поэтому поле это дай Боже Но, тем не менее, вот если будет такое сильное поле То тогда у фотона возникает масса И мы получим аналитическую формулу сегодня Для потенциала Уже в четырехмерии Который учтет вот этот вот эффект Значит, даже... То есть ничего не видно А? То есть ничего не видно Раз у фотона возникла масса, уже ничего не видно Ну, к этому... Вот когда я говорю, у фотона возникла масса К этому надо относиться осторожно Потому что... Опять я перескакиваю вперед Потому что что такое масса? Масса, это как ведет себя функция Грина На очень больших расстояниях Чтобы вот такая настоящая масса возникла у фотона Он должен смешаться, как в модели Швингер С каким-то безмассовым состоянием Безмассового состояния у меня в спектре нету Он у меня смешивается с нечто... С массивными электронами Но электроны имеют массу пол-мэо Я их массу варьирую, не могу отличать от двумели Но, тем не менее, на некоторых расстояниях Возникает экранировка кулона Не то, что совсем ничего не видно Но экранировка кулона возникает И тогда вот этот план уже на завтра Так сказать, электрон будет... Ну, давайте я не буду сейчас, может быть, забегать вперед Это как я покажу на завтрашней лекции Ну, или надо сказать, что рассмотрим электрон в магнитном поле Будем иметь дело с нижним уровнем Ландау Который имеет самую маленькую энергию И найдем, так сказать, энергию этого уровня Раньше приближение мелкой ямы Катаквантовую механику, кто из вас учил Знаете такое приближение мелкой ямы И вот как раз в этом мелкой ямном приближении Как раз получается вот эта формула из Ландау-Лившица Которая, на самом деле, не хорошая А вот хорошая формула Есть так называемое уравнение Корнакова-Попова Они его получили, кстати, не так давно В 2003 году И, так сказать, оно дает вот эти вот атомные энергии С хорошей очень точностью Вот как я говорил про численные расчеты Вот эта формула именно не мелкая ямная Это приближение А формула Корнакова-Попова Которую я выведу и покажу Дает хорошую точность Значит, затем напишем уравнение Для энергии четных состояний Уже с учетом экранировки Которую я сейчас сказал, что есть экранировка Ну и потом поговорим о том Какие магнитные поля вообще бывают в лаборатории на звездах Поговорим про то чуть-чуть Ну зачем вообще Лоудон решал эту задачу с Эллиотом в 60-м году Там было практическое предложение в экситонах Ну и потом там ссылки Ну давайте сейчас более-менее начну рассказывать Стараюсь все последовательно рассказывать Ну вот давайте у нас имеется четырехмерия Три пространственные координаты Значит, хочу поговорить об атоме водорода Значит, в сильных магнитных полях Но пока начнем вообще никакого магнитного поля не будет Значит, как вы его решаете Вы вводите вместо вот этой волновой функции Р большой от Р Вы можете вводить эту функцию КП от Р Которую Р большой от Р Есть КП от Р поделить на Р Как только вы ее введете Ну это стандартное, так сказать, упражнение Во всех курсах квантовой механики это делается Это Хи, а не КП Хи, хорошо, Хи, спасибо Вот как только вы... Я хотел ее Хи назвать Вот Как только вы введете вот эту Хи Для нее будет уравнение Одномерное уравнение Шреддингера Которое вы умеете решать Ее легко решать То есть орбитальное движение вы отделили Да, и это уравнение для С-волны Вообще там еще центробежный потенциал есть Но меня интересует Основное состояние, значит, С-волна Вот это одномерное уравнение Можем его решить Но на него есть еще одно требование Мы требуем, чтобы Хи в нуле равнялось нулю Потому что если Хи в нуле будет не равняться нулю Тогда у нас Р большое в нуле будет иметь сингулярное поведение Единицы на Р И если мы поставим уже не в это уравнение А в трехмерное уравнение Шреддингера Вот такую Р от Р То когда на нее будет действовать Деламбертян Кинетическая энергия Вы получите дельта-функцию Дельта-функция от Р Поэтому вы такие решения отбрасываете Потому что это будет решение уравнения Шреддингера С дельта-образной сингулярностью в нуле А вам нужно вовсе не ее решать А кулоновскую задачу Поэтому всегда, когда вы в квантовой механике Ищете энергию основного состояния Вы решаете это уравнение Шреддингера С условием Хи от нуля равно нулю Хорошо Значит, в трехмерии Ну вот, так сказать Это, я думаю, практически все тут знают Вот Теперь меня все-таки интересует двумерие Потому что у меня магнитное поле Делает эту задачу с одной пространственной координатой Значит, если у меня одна пространственная координата Очень хорошо Тогда я сразу пишу одномерное уравнение Шреддингера П квадрат на 2 Минус Е квадрат на Z Z это ось, вдоль которой направлено магнитное поле И все это подействие на Пси от Z Должно дать Е на Пси от Z Вот хочу решать такое уравнение Значит, Z у меня тут стоит по модулю Потому что у меня в центре при Z равном нулю У меня стоит протон Поэтому тут стоит Z по модулю И уравнение я должен решать на всей оси Не как тут, что R больше нуля Да? Больше равно нулю А теперь на всей оси Из этого у меня меняется от минус бесконечности До плюс бесконечности Может быть частица То есть у меня одномерный полон И у меня уже требование Хи в нуле равно нулю Нет, пожалуйста Пси в нуле может быть Вообще я ищу основное состояние без узлов Поэтому Пси в нуле у меня не ноль Как только у меня Пси в нуле не ноль Как мне найти энергию, так сказать, основного состояния Давайте я попробую вариационный метод То есть я пишу какую-то волновую функцию И истинная энергия будет всегда ниже Вот пишу такую простую волновую функцию Экспонента минус модуль Z поделить на B У функции без узлов N Дальше некоторого B Она у меня экспоненциально падает Ну вот такой Шапочка такая, да? Ну горбик такой В нуле Вот считаю Так сказать, считаю энергию на этом состоянии И сразу вижу, что Мне нужно Пси квадрат проинтегрировать Потенциальная энергия И интеграл будет расходиться в нуле То есть у меня потенциальная энергия будет Минус логарифм единицы на Эпси Это обрезание То есть вот как раз в одномерном Строго одномерный кулон Это бессмысленная, так сказать, задача Потому что основной уровень Он не ограничен снизу Он вниз проваливается Кстати сказать, уже первый уровень У него должен быть узел Поэтому у него как раз Пси в нуле будет равно нулю Поэтому первый уровень Он сядет прямо на Риттбергерское состояние А извините, пожалуйста А в чем разница с трехмерием? Почему мы не можем так же повторить В Си написать, что Хи на Р Ну, в задаче симметрии этой нет Нет уже О3 симметрии в задаче У меня сильное магнитное поле У меня есть аксиальная симметрия Относительно вращения вокруг оси Z Правильно? Ну, у меня кулоновский центр стоит И магнитное поле То есть у меня есть вот такая аксиальная симметрия О3 симметрии у меня нет Другая задача А П квадрат это трехмерный оператор Или одномерный сейчас? Здесь я начал решать одномерную задачу Но если он одномерный, какая разница? Почему я не могу точно так же написать Пси от Z равняется Хи от Z разделить на Z И тогда Хи от нуля будет равно нулю Нет, нет, там я накладывал Вот это я пытался тут пояснить Тут я накладывал требования Хи от нуля равно нулю Не почему-либо, а потому что когда я трехмерным Деламбертианом действую на эту штуку Я получаю вот эту функцию А у меня сейчас нету трехмерного Деламбертиана У меня одномерная задача И она сингулярность такой не даст Меня не интересует трехмерный Деламбертиан Одномерная Ну хорошо, я Деламбертиан пишу уже не в сферической системе координат А вот в этой аксиальной системе координат Там есть как производные паро Вот паро И это поперечная часть, так сказать В ней я знаю там решение, вот так сказать Главные функции в магнитном поле Те, которые паро, там останется Да, там вот паро у меня есть Р от ро Р от ро у меня будет, кстати Я ее напишу на завтрашней, правда, лекции Р от ро Р не от р, а от ро Ро это х квадрат плюс у квадрат Полярное Да, х квадрат плюс у квадрат А вот у меня еще есть з И вот, так сказать, провалится, да Ваш-то вопрос правильный, как говорится Потому что задача, вы говорите, можете сказать как Задача-то моя все равно трехмерная Зачем мне нужны все эти, так сказать, двумерные примеры Моя задача все равно трехмерная И в трехмерной задаче расходимости не будет Сейчас доберемся Что в трехмерной задаче все-таки расходимости такой не будет Просто сейчас появится Вот тут это уже появилось Значит, как я уже сказал Значит, в одномерии у меня Да, причины этого логарифма Вот есть такое явление в квантовой механике Опять-таки вам про него, конечно, рассказывали Падение на центр Если в обычной квантовой механике Трехмерной, естественно У вас потенциал меньше, чем минус единица на 8 мр квадрат Притягивающий потенциал Более сильный, чем единица на 8 мр квадрат У вас тогда в трехмерии имеется падение на центр И поэтому такие потенциалы вы их бессмысленно рассматриваете Вот что касается одномерии То те же самые аргументы, если вы их проделаете для одномерии Показывают, что в случае кулоновского потенциала в одномерии Вы как раз имеете падение на центр То есть в одномерии бессмысленным становится уже кулоновский потенциал Но моя-то задача Да, и Но моя-то задача вот тут как раз Трехмерная То есть что у меня получается У меня электрон движется действительно вдоль линии Пока он не дойдет до расстояния порядка АН Единица на корень из ЕБ Вот когда я дойду до таких маленьких расстояний Электрон поймет, что на самом-то деле он трехмерный И он мимо этой точки может промахнуться Его никто не заставляет в сингулярности Он может рядом пройти Но на расстоянии единица на корень из ЕБ Дальше его не пустит в магнитное поле Поэтому на самом деле у меня имеется эффективный потенциал вдоль Z Который имеет вот такой вид Минус Е квадрат поделить на корень из Z квадрат плюс АЖ квадрат То есть если Z много больше АЖ Это как раз мой одномерный кулон, с которым я занимался А если у меня Z меньше АЖ Тогда у меня он замораживается потенциал Ямка такая есть Кулон-кулон, а потом раз, ямка И поэтому уровень никуда вниз, конечно, не провалится Этот логарифм обрежется Можно проделать вычисление Логарифм обрежется как раз на этом отношении АБ к АЖ То есть это будет логарифм Б поделить на n квадрат Е куб Вот Это вот логарифм, который у меня был бесконечный На самом деле он не бесконечный, а просто большой Когда Вот это рассмотрение справедливо, когда вот я уже сказал, что АЖ много меньше Боровского радиуса Это вот большой логарифм Значит, АБ это радиус Бора И, значит, вот так сказать, в учебнике Ландау-Лившица И как получается у них эта формула И у Галецкого-Кронакова-Когана Они считают энергию Вот если, так сказать, кто помнит А вы-то вообще-то, я даже думаю, должны это помнить сильно лучше меня То для мелкой ямы есть такая формула Что энергия основного состояния в мелкой яме Есть минус 2m На интеграл по этой мелкой яме Ямы от потенциала У z по dz вот это вот все в квадрате Ну да, это безразмерно И поэтому энергия имеет размен с массой Все правильно Теперь, если вы возьмете вот от этого вот потенциала Вот такой интеграл Ну, либо просто АЖ это вытянете У вас будет расходимость логарифмическая Вы регулируете АЖ Но вы сразу получите вот эту формулу Вот Тут эта двойка На самом деле вы ее поменяете на четверку, деленную на двойку Четверку затащите сюда Это будет опять двойка И она мне сделает корни из b Сделает b Наши вопросы, вы получите действительно Риттберг На вот этот квадрат большого логарифма То есть если вы действуете с мелкой ямой Вы получите это уравнение Ну, это результат для энергии основного состояния Вот он написан Но Значит, вот тут я написал, что Эллиот и Лоуден Они численно считали эту задачу Значит, вот численно считали эту задачу С уравнением Шриддингера И этот логарифм квадрата формулы имеет плохую точность Как я уже говорил Тем не менее Качественно она правильна То есть чем меньше АЖ Чем больше B Тем уровень идет вниз-вниз Вот это вот Это правильно И у Лоудена Она идет вниз То есть в пределе B бесконечность Он падает до минус бесконечности Значит, дальше Давайте немножко поговорим Про возбужденные состояния Вот был вопрос Что мы же будем Если смотреть какие-то переходы То мы же будем смотреть переходы Между возбужденным состоянием и этим Поэтому нам нужны энергии Возбужденных состояний тоже Значит, первое возбужденное состояние Я уже сказал, что у него Пси в нуле равно нулю Мы имеем тогда обычное Так сказать, уравнение Которое мы в кулоновской задаче имеем И энергия будет минус АНЕ в четвертой пополам При бестремящей бесконечности Когда АЖ А дальше имеется вырождение четных и нечетных Так у нас одномерная задача И потенциал не меняется При замене Z на минус Z То мы уровни можем Делить на состояние Четные и нечетные Относительно замены Z на минус Z Значит, основное состояние Четное, оно внизу Первое возбужденное Нечетное И дальше При больших B Имеется вырождение Четных и нечетных уровней Вот И, так сказать, нечетные уровни Они все идут просто по Бальмеровской серии И четные с ними А нечетный уровень пихает вверх Потому что, так сказать, должно быть Каждое следующее состояние Оно имеет более высокую энергию Поэтому раз уже первое возбужденное Село на Риттберг То второе состояние возбужденное Которое четное Оно должно быть не ниже Не ниже его И в пределе B бесконечности Оно к нему просто прижмется То есть будет такое вот Парное вырождение уровней Вот будет У них энергии равны Бальмеровской серии Минус МЕ в четвертый на 2Н в квадрате И на каждом уровне Сидят по два состояния А вот нижнее состояние Самое Оно ушло вниз Ну вот это вот картина уровней Значит, единственный невыраженный уровень Это вот этот Е0 И он уходит на минус бесконечности При большом поле И вот это было расследовано Лоудоном Сейчас у него работа в 1959 году, кстати, была И вот он эту одномерную Кулонскую проблему рассматривал Ну и дальше я написал Что если вы учтете все-таки рад поправки Диаграммы, соответственно, что я рисовал Файнмонский То вот не будет этого вырождения И уровень на минус бесконечности не уйдет Не будет вырождения четных и нечетных уровней И основной уровень на минус бесконечности не уйдет Ну вот теперь я перешел к двумерии И буду сейчас обсуждать Экранирование кулоновского потенциала Значит, ну вот Вот древесное приближение Чему равен потенциал? Это и есть А0 Нулевая компонента Значит, у меня есть У импульса К у меня есть две компоненты К0 и К Ну, К, которая вдоль Z направлена Ну, у меня не Z, у меня только одна пространственная координата Вот К К со стрелочкой Вот И, значит, потенциал будет 4PG поделить на К в квадрате Ну, 4P это из-за того, что у меня Гауссова система единиц Вот Но если вы делаете фурье образ вот с этого 4PG на К в квадрате Вы в одномерии получите как раз Z Вот то, что говорили, что потенциал есть Z Не единица, а раз Z Вот Ну, это и есть древесная диаграмма Вот это На самом деле надо учесть рад поправки Тогда потенциал вот этот жирный Уже будет вот эта вот жирная А0 И это будет, значит, пропагатор Вот тут вот был плюс пропагатор Продисционный оператор пропагатор Ну и плюс и так далее Вот всю эту последовательность надо суммировать графику Значит, если мы суммируем эту последовательность Мы получим вот такое выражение для потенциала Что это есть минус 4PG Поделить на К квадрат плюс П от К квадрат А П это потенциалный оператор Пи-меню У меня в теории есть калибровочный инвариант Поэтому Пи-меню пропорционально Ж-меню минус К-мю К-мю на К квадрате Вот потенциалный оператор, я вам напомню Что это есть для произведения токов Йот-мю, Йот-мю Поэтому К-мю на Йот-мю Ноль Сохраняется ток Поэтому вот тут должна быть такая вот формула Ж-меню минус К-мю К-мю на К квадрате А тут некая скалярная функция Пи от К квадрат А то, что поляризационный оператор в сингуляре Довидится на К квадрат? Сам поляризационный оператор? Калибровочный инвариант Или он исчезает? Калавидится на К квадрат никогда нет А квадрат в сингуляре? То, что ты смотришь Но здесь его нету Размера другая Размера другая При маленьких Т Вот тут написано При маленьких К квадратах Вот это П пропорционально К квадрату Вы все правильно сказали Полюса никакого нет Пропорционально, да Да Ну, так сказать Вы правильно говорите, что не должно быть полюса Поэтому вот это вот мой Вот это вот мой Можно еще будет видеть как Е Как Ж Вот этот вот мой Пи Должен быть пропорционален К квадрату То, что вы сказали Что он должен пропорционален? Пик К квадрат Я сейчас посмотрел пропорционален Никакого полюса не должно возникнуть Потому что нет безмассовых состояний, с которыми я смешиваюсь У меня электроны массивные Дальше мне надо посчитать этот листерный оператор Ну куда не денешься Вот тут написано результат вычисления Пи имеет размерность Вот тут вы можете посмотреть, что у Пи есть размерность такая же, как у К квадрат То есть размерность энергии Значит, эта размерность дается как раз константой G Я уже сказал, что G имеет размерность массы Ну давайте Я там где-то это поясняю, ниже, наверное Ну, на самом деле это просто У вас Лагранжан F-меню в квадрате Действие F-меню в квадрате по D2х в двумерии F-меню это есть D-мю-аню минус D-мю-аню в квадрате Поэтому вы безразмерным действием сделаете даже если А Ну то есть именно если А имеет безразмерность То, что у вас здесь стоит D-мю Обычно вы интегрировать по D4х, поэтому вам надо А, чтобы имела размерность массы А тут А не имеет размерности массы А значит имеет нулевую размерность, но А это длинная производная Рассказывалось сегодня еще Вы пишете в длинной производной, вы пишете D минус G-А D это имеет размерность массы И G-А имеет размерность массы Если А безразмерно, G имеет размерность массы Поэтому в двумерной электродинамике А, то есть пока вы еще формулу для G не выписываете? Пока я к четырехмерии не перешел, я хочу спокойненько с двумерии разобраться Вот, значит, еще что надо сказать про эту формулу Значит, T T это есть K квадратный 4M квадрат Вот такое безразмерное отношение И вот полиционный оператор зависит от этого вот отношения И я ввел такую функцию Вот P от T Которой полиционный оператор есть минус, даже если минус 4G квадратное, P от T P от T уже безразмерно Значит, откуда взять эту формулу? Ну, проще всего Ну, и, может, не проще всего Но ничего не вычисляя, а просто пользуясь формулами известной вам из литературы Вы, наверное, знаете, как считается в размерной регулизации позиционный оператор Простейший В размерной регулизации Значит, кладется, что размер в пространстве есть D большое, что есть 4 минус ε Обычно в этой формуле вы потом стремите ε в ноль А в данном случае вы положите ε равно 2 И будет вам ответ 502 оператора в двумерном пространстве Ну, можно так посчитать, можно по-другому посчитать Ну, ответ все равно один и тот же Кстати, тут вот можно над чем-то подумать Почему в двумерии позиционный оператор конечен В четырехмерии, вы знаете, там есть бесконечность Вам надо думать о перенормировках и все такое А тут, видите, вот я конечную формулу написал На самом деле, это довольно-таки странно Потому что в позиционный операторе есть произведение двух функций Грина Каждый из них единица на кой со шляпой И интеграл по D2P То есть, поэтому в четырехмерии D4P квадратичная расходимость А в двумерии D2P То есть, вообще говоря, должна была быть алгоритмическая расходимость В нем, в этом графике Но тут есть такое замечательное свойство Что когда вы обкладываете вот тут вот две гамма-матрицы Гамма-μ, гамма-ню Давайте предположим, что, ну, если я хочу следить за ультрафиолетовой расходимостью Я в массу фермиона выбрасываю Тогда у меня тут будет стоять гамма-μ, гамма-ню А тут будет стоять P со шляпой P со шляпой поделить на P квадрат О, вы знаете, что гамма-μ, гамма-μ P со шляпой Есть минус 2P со шляпой А минус 2 это на самом деле есть D минус 2 Ну, или, вернее, 2 минус D Вот D у вас обычно 4 И поэтому минус 2 А у меня, да, это 2 Поэтому у меня вот эта вот, так сказать, петелька будет равна нулю Поэтому, вообще говоря, вот в этой вот электродинамике безмассовой, швингеровской Она замечательна тем, что у нее вообще все петлевые диаграммы равны нулю Замечательная теория Считать ничего не надо Все петлевые диаграммы ноль, кроме одной Потому что она ультрафиолетово расходится Она единственная И поэтому там получается сокращение ε поделить на ε Поэтому вот она дает конечный результат Но вторая от нее не отличается Нет, эта диаграмма, конечно, тоже есть Но вот если вы тут пропустите вот этот вот фактор То вы получите уже ноль в пределе массы электрона, равной нулю Вообще говоря, у меня масса электрона не ноль То есть, вообще говоря, вы чего-то получите Но поправка будет маленькая Она будет профессионально массе электрона А для меня масса электрона маленький параметр У меня B большое Или G большое А масса электрона у меня маленькая Вот, ладно Значит, почему конечное сказал Значит, берем теперь K в таком виде Значит, у меня стационарная задача то есть временная компонента им больше 0 есть только пространственная и я сразу для трехмерии ее назвал k параллельно она параллельно полю z в трехмерии будет но тут у меня ничего кроме z нет поэтому вот k k квадрат есть минус k квадрат и напишу сразу такую формулу если я сделаю преобразование фурье от этой формулы я должен получить координатную зависимость и для энергии энергия есть минус g поделить на фи потому что у меня два заряда плюс g и минус g если возьму этот интеграл буду знать выражение для энергии ну я тут просто напоминаю что на самом деле если вы к квадрату лейтенальненько учили то там поправки кулоновскому потенциалу вы рассматривали вот такие поправки с позиционным оператором это то что называется потенциал юлинга сербера ну кто из вас знает потенциал юлинга сербера вот руку поднимите чтобы я более-менее уровень знал какой что в квантовой электродинамике лезть никто не знает может быть спокойно а? можете быть спокойно никто не знает можно обманывать вы его зря не знаете потому что это очень глубокая вещь скоро состарится а? много будут знать скоро состарится потому что это достаточно глубокая вещь хотя еще до войны они это посчитали тут не надо перенормировок делать это еще там 30-е годы было вычислено значит это значит вы уберете 4-х нервную электродинамику без всякого магнитного поля отбываете древесетского левящего потаевского на 4-й том ландау левящегося теорофизики и там находят потенциал юлинга сербера значит потенциал есть поправка порядка е квадрата прям вот та диаграмма что я рисовал и эту диаграмма дает некоторые поправки в координатном пространстве в координатном пространстве если расстояние много больше чем комптеновская дина волны электрона эти поправки ничтожны они ведут себя как е в степени минус 2 мр вот может быть поэтому вы их и не знаете что они маленькие очень они большой роли не играют то есть у вас потенциал кулоновский единица на r на достаточно больших расстояний и так сказать вот эта маленькая экспоненциальная поправка она действительно маленькая однако же если вы идете на маленькие расстояния то есть r много меньше единицы на m тогда вот этот вот график дает бег зарядов о котором сегодня кстати сказать говорилось прямо дает логарифмическое усиление потенциала или бег заряда на расстояниях много меньше единицы на m то есть вот этот вот знаменитый бег заряда логарифмический он как раз сидит в этом потенциале юлинга сербера и кстати сказать допустим если вы считаете эффект деймана в позитро ой деймана так 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 деймана если вы лампшифт считаете если вы лампшифт считаете это одна из диаграмм которые в лампшифте есть да в обычном водороде в лампшифт это маленькая поправка она у нее знак не тот доминирует там поправка к вершине у этой диаграммы и знак другое и она не важна но вот если вы берете миони то есть систему мю е то там ой нехорошо опять сказал если вы берете мю атом то есть вы вместо электрона на орбиту сажаете мион то он прижимается к протону у него боровский радиус единица на мю альфа и на таких маленьких расстояниях он уже чувствует что электрический заряд растет и поэтому доминирует в лампшифте в мионе ну это не миони по-моему называется но мю атом мю е а это вот мионный атом такой мионный водород в нем в лампшифте доминирует уже как раз эта диаграмма так что это вещь такая хорошо известная вот есть эти поправки к потенциалу это важная вещь и давно известная сейчас первый раз это я что-то такое рассказываю Да, ну и вот это вот, то, что бег заряда, конечно, очень важен, потому что квантовая электродинамика там один знак, и там ноль заряда, а не окнился противоположный знак, и там асимптотическая свобода, потому что, в принципе, вот эта вот диаграмма очень важна, про что я сейчас сказал А, извините, а как выглядит потенциал с этой поправкой? Это Е квадрат на Р плюс... Да, Е квадрат на Р, раскопка, единица плюс альфа-логарифм Р Ну, да Единица плюс вот это вот Плюс альфа-логарифм, да Растет заряд Вот, значит, теперь у меня времени не так... Ну, хотя, друзья, у меня завтрашний день еще есть, ладно, я не буду торопиться Значит, вот я хочу взять, все-таки, вот давайте, я вернусь к двумерии, и мне надо взять тот потенциал Хочу, хочу найти... Да, простите, Единец плюс альфа-логарифм Р в знаменателе Логарифм единица на МР Логарифм единица на МР Поэтому, если МР будет маленькая, то это будет большой логарифм У меня будет альфа, единица плюс альфа-логарифм, ну, там, коэффициент альфа на 3 b Это вот знаменитые, на самом деле, все коэффициенты, так что-то Все, на самом деле, вещи такие вполне капитальные Но мне теперь надо, вернусь в двумерию, и хочу взять тот самый интеграл, который, во-первых, наверху была экспонента е в степени ЕКЗ А внизу был логарифм И такие интегралы я взять не могу аналитически Однако, чтобы взять его аналитически, я заменю эту P от t интерполирующей функцией Вот у меня функция одного аргумента, t У нее такие асимптоты, что при маленьких t это 2 третих t Помните, я проверял, что она обращается в ноль при t равном нулю При больших t она переходит в единицу Ну, пожалуйста, давайте посмотрим, если я вас не обманываю Значит, действительно, давайте, пусть у меня t идет в бесконечность Тогда вот эта часть 0, значит, P будет равна единице Минус сюда пойдет Если t, наоборот, маленькая, наоборот, маленькая, то То 0 Нет, логарифм от единички Логарифм от единички, да, это будет 0 t маленькая, поэтому это не 0 Потому что t вот на это будет дать мне единицу Логарифм единица плюс корень из t есть корень из t, правильно? Корень из t с этим сократится Вот будет это минус единица Значит, такого члена у меня не будет Значит, надо... Нет, нет, 0 это 0 Нет, следующий порядок Значит, надо просто ноль Нет, вы берете корень из единицы плюс t Ну, вы же писали на вторая Все правильно Надо даже так раскладывать дальше Прималень из t отдельно стоит У тебя будет поправка t Дима все правильно говорит Прималень из t единичка сокращается Единичка сокращается Надо вытащить следующий член Следующий член даст t Потому что она зануляется при маленьких t Это как раз эта формула за ней видно Я просто хочу показать, что я вас не обманываю хотя бы Ну, аритметически не могу Ну, показываю Что, так сказать, вот она вот так вот себя Ну, если будете раскладывать аккуратно, две трети получите А тут вот так Значит, давайте в качестве интерполирующей формулы Возьмем вот такую формулу Она простая У меня с ней интеграл я с ней смогу взять 2t поделить на 3 плюс 2t Ну, на первых это, конечно, слишком наивное Ну, при больших t она у меня единичка При маленьких t она у меня две трети т То есть антиптотики выполняются А дальше я с помощью ручного калькулятора проверяю, что у нее точность Не хуже 10% на всем интервале изменения t от нуля до бесконечности Ну, а с этой точки сшил Поэтому она далеко не уходит Вот А вот зато с ней я уже возьму интеграл Значит, вот этот вот самый интеграл Вот у меня тут стоит вместо p У меня стоит t t это есть k квадрат на n квадрат Поделить там на 3 плюс t k квадрат на 2n квадрат Вот, k квадрат Я помню, что у вас год назад специальные были занятия, как интегралы вы учились брать, да? Ну, поэтому я решил тоже какой-нибудь интеграл взять при вас прямо Вот, значит, надо что сделать? Надо на 3 плюс k квадрат на 2n квадрата обе части помножить Этот числитель перейдет k квадрат я вынесу Поэтому я будет сразу и разложу Будет у меня произведение двух членов знаменателей Я разложу это на сумму двух слагаемых И будет в результате единица на k квадрат плюс вот этот вот член И, значит, вот передний такой коэффициент возникнет И надо взять интеграл по dk Е в степени и k z С помощью вычетов я его возьму Значит, один вычет у меня в нуле И он мне дает вот этот древесный потенциал 1,2 минус 1,2 z Ну, минус, вернее, древесный потенциал Минус 2πg на z Вот он у меня Это две плоскости Плоскости Одна зарядом плюс, плюс А другая зарядом минус Они притягиваются, вот так сказать, с постоянной силой А, значит, потенциал меняется как z Это сила, это производная от потенциала по z Значит, вот прямо вот это воспроизвели А вот еще есть и второй член И у второго члена полюс смещен Я все время говорил, что потом массу будет набирать Ну, я тоже замыкаю контур Беру этот интеграл И вот у меня получается два члена Значит, в случае Давайте разберемся с этими двумя членами О чем они говорят Значит, пусть у меня сначала фермионы тяжелые Значит, у меня есть в задачке что? У меня есть вот эти вот два заряда Я хочу смотреть потенциал У меня есть легкие или тяжелые фермионы Которые бегают в петельках Вот сначала пусть у меня эти фермионы тяжелые То есть их масса много больше g Если масса много больше g Это можно выкинуть, это маленький член И тут у меня появляется подавление, как g поделить на m Значит, это тоже будет какой-то маленький член Маленькая распоправка Поэтому потенциал будет даваться древесным выражением Похоже, что она села уже Ну, не важно Ну, не важно Значит, потенциал будет даваться древесным выражением Вот это два пи g на z И к нему будут маленькие поправки Порядка g подряд на m квадрат Вот теперь гораздо более интересный случай Это легкие фермионы Давайте вернемся Значит, если фермионы легкие То, значит, g много больше m Значит, единицу я выбрасываю И у меня получается тут m квадрат поделить на g квадрат Фермионы легкие Поэтому вот этот вот древесный член у меня подавлен коэффициентом m квадрата на g квадрат То есть легкие фермионы подавляют вот этот вот древесный вклад Вот А еще вот тут вот они дают такой экспоненциальный хвост Значит, у меня опять-таки m маленькая Но вот этот экспоненциальный хвост еще остается И, значит, тогда будет вот такое выражение На больших расстояниях z много больше единицы на g на логарифм g к m У меня потенциал будет древесный минус 2p g z На вот это подавление m квадрат на g квадрат На маленьких же расстояниях z много меньше единицы на g Логарифм g на m доминирует член с экспонентой То есть у меня у фотона возникла масса Потому что, если юкавский потенциал, значит, обмен массивной частицей Но, вы понимаете, эта частица массивная в каком-то смысле Потому что массивный фотон или безмассовый фотон Это определяется большими расстояниями На больших расстояниях у меня, так сказать, вот этот потенциал Но на маленьких расстояниях, тем не менее, у меня как будто бы массивный фотон А先生, потенциал у меня отличается от древесного Сильно отличается от древесного Значит, я уже говорил, что если масса равна нулю То это то, что называется моделью Швингера И модель эта знаменита именно тем, что в модели Швингера фотон получает не питерскую массу, а настоящую Почему? Потому что, смотрите, пусть масса равна нулю Тогда я до этого случая вообще никогда не дойду, потому что это логарифм бесконечности Поэтому я всегда сижу здесь, и у фотона есть настоящая масса И это вот знаменитая модель Швингера Это первая калибровочная вариантная теория Калибровочная вариантность нигде не нарушена Но векторные бозоны в ней массивны Не векторные бозоны Я начал говорить векторные бозоны, потому что я не оберевать его имел в виду А это один векторный бозон фотон Он массивный И это вот был первый такой пример, что Всегда считал, что калибровочная вариантность противоречит Из калибровочной вариантности следует безмассовость фотона, например А вот это был первый пример, когда была калибровочная вариантность Но были еще безмассовые электроны и позитроны Ну или это двумерие, поэтому безмассовые фермионы И с ними, ну это типа, так сказать Такой модель, потому что потом техниколор Начал называться, это не Хиггсовский эффект Где у вас скаляр есть, а это Ну другой эффект, там есть, тут безмассовые фермионы Но тем не менее, эффект все равно типа Хиггсовского То есть векторный бозон имеет массу И вот я написал, что электрослабые теории Так сказать, W и Z имеют массу Вот есть Хиггсовский механизм, это все было в 1962 году Еще накануне всех этих электрослабых теорий Вот такой пример, он очень важный И вот этот пример, который я разобрал Он дает как раз непрерывный переход Вот как осуществляется непрерывный переход Между массивными фермионами Масса много больше G И безмассовыми фермионами Вот она как раз так вот осуществляется Если масса меньше G, то вот есть такой промежуточный случай Который дает вам непрерывный переход От нормальной ситуации, когда Фотон безмассовый, а фермионы тяжелый К такой вот интересной ситуации, когда Фермион безмассовый, а фотон массивный Значит, сейчас два рисунка покажу Которые отвечают G05, M01 То есть отношение пятерка Большое число Значит, вот это потенциалы V и V с чертой И зависимость от Z Значит, если бы не было никаких радпоправок То потенциал, вот он, нарисован в зеленой линии То есть это, так сказать, кулон Потом Z Кулон в двумерном случае без радпоправок С учетом радпоправок Потенциал имеет вот такой вот вид Он пошел сюда И поэтому даже на больших расстояниях у него вот такая вот асимптотика То есть он линейный, но у него наклон изменился Он стал более мягким потенциалом, меньше стал Теперь есть пунктирная линия Это вот это мое вычисление с интерполирующей функцией А могу, конечно, сделать вычисление с точной функцией, численно Ну вот между ними разница очень маленькая Потенциал практически тот же самый И, значит, вот тут я нарисовал относительную разность точной формулы и интерполирующей формулы Она достигает вот 3%, а асимптотики сшиты при больших и малых импульсах То есть при малых и больших расстояниях асимптотики сшиты То есть тут все хорошо и на бесконечной тоже будет все хорошо Ну вот есть некоторая разница, но она до 3% доходит, маленькая разница Теперь, задача моя все-таки четырехмерная квантовая электродинамика А сколько у меня времени? 5 Моя задача это все-таки четырехмерная квантовая электродинамика И для того, чтобы найти потенциал точечного заряда Мне нужно найти полизационный оператор в сильном внешнем магнитном поле B Но на самом деле, чтобы найти полизационный оператор, мне нужен электронный пропагатор Пропагатор электронного внешнем магнитном поле Мы знаем решение уравнения Дирака в однородном постоянном по времени B Есть эти решения Вот тоже в четвертом томе можно найти кланда вливчица Раз мы знаем решение уравнения Дирака, то мы можем написать спектральное представление для электронной функции Грина Как сумма по состояниям Это будет сумма по состояниям Наверху будут волновые функции, как вы знаете А внизу будут знаменатели, как вот этот минус N, когда этот минус 2NEB Это вот спектр уравнения Дирака Он такой же, как у Шридингера, кстати сказать Практически такой же, как у Шридингера Но это мы поподробнее завтра поговорим Вот, значит, что такое N? Значит, N это такое квантовое число И оно бывает 0, 1, 2, 3 и так далее Теперь, вот такая функция Грина Она достаточно сложная Ее тоже, кстати сказать, Шридингер посчитал еще в 50-х годах Она записана в виде одномерного интеграла Аналитическую формулу нельзя написать Но ситуация кардинально упрощается Если поле гораздо больше вот этого Шридингерского поля M квадрат поделить на E Потому что если B много больше M квадрат поделить на E То тут тогда у меня стоит нечто гораздо большее, чем M квадрат И если меня интересуют небольшие импульсы То есть расстояние много больше EB Вот этой магнитной длины Вот я на больших расстояниях потенциал хочу посчитать То тогда у меня все вклады всех уровней Где N равно 1, 2 и так далее Они подавлены Только вклад N равно 0 доминирует Н равно 0 это так называемый нижний уровень Ландао Основное состояние Вот lowest Ландао level И он доминирует И тогда вся функция Грина Которая в общем виде, я сказал, для произвольных полей Дается сложным выражением Вот в этом случае, когда поля много больше, чем квадрат на E Она упрощается Значит, вот волновую функцию Я написал в координатном пространстве В координатном пространстве Вот это вот тоже я начинал с принципа неопределенности Она имеет такой вид экспонента Минус Y квадрат, минус Y квадрат поделить на EB То есть он за EB Поделителем может Умножить, умножить, простите Ну, по размерности умножить нехорошо Я занимаюсь, просто вы сказали Договорился, да Умножить на EB То есть характерные X у меня меньше, чем Ну, не бывает сильно больше, чем единицы на корень из EB Обрезается экспоненциальная двуновая функция Я на одной из первых продачек это показывал Теперь мне нужно найти, значит, функцию Грина Значит, мне нужно в импульсное представление перейти Тогда будет как раз КАИ квадрат, как минус КАИ квадрат поделить на EB Если сделаю преобразование Фулье Вот Тут, кстати сказать, вам, может быть, рассказывается на квантовой механике, так сказать, эта задача И, в принципе, и волновые функции зависят от калибровки И это в калибровке, где А есть 1,2, Б умножить на R векторное Это вот важно Но это такая калибровка, она как раз удобна У нее такая есть цилиндрическая симметрия И если у меня есть заряд, то она как раз удобна Если у вас есть просто магнитное поле, вы можете и в декартовых координатах решать А у меня именно вот такое вот Вот это вот удобная калибровка Но она, да, у личности есть решение нерелативистской Задачи в этой калибровке тоже Это тоже давно известный, значит, пример Вот Теперь мы возьмем вот эти вот самые электронные функции Грина И поставим их в полизационные операторы Что мы получим? Вот это выражение полизационного оператора Это есть Е квадрат Потому что это петля в каждой вершине по Е Е квадрат Потом у меня есть интеграл по импульсам Я разделил отдельно перпендикулярные импульсы ДКУХ, ДКУЙ И продольные ДКУ0, ДКУЗ Временная из этого компонента Значит, теперь у меня стоят вот эти вот самые волновые функции От двух пропагаторов КУХ квадрат плюс КУХ квадрат на ЕБ И КА это внешний импульс КУ это импульс, по которому я интегрирую К плюс К КУ плюс КХ квадрат на КУ плюс КЙ квадрат с экспонент И поделить на ЕБ Поэтому мне удобно поделить это на ЕБ и помножить Вот тут у меня образовалось Е куб Б Между прочим Ради этого я вот эту выкладку и пишу Значит, вот это у меня, так сказать, перпендикулярные А вот это вот продольные ДКУ0, ДКУЗ То есть у меня в этой задаче При сильных магнитных полях у меня происходит факторизация У меня отдельно идет продольное движение свободной частицы Вот ее пропагаторы двух свободных частиц А перпендикулярной области у меня финитное движение То есть если я этот интеграл возьму То у меня будет двумерный вот этот вот продольный Как в теории Швинбера Как в двумерной модели Вот почему я про нее рассказывал Вот этот вот кусок, который КУ0, КУЗ Он будет тот же самый, что у меня был И вот у меня была для нее интерполирующая формула И я смогу все это использовать Поэтому это все рассказываю с этой целью А есть зависимость от перпендикулярного импульса Вот оно написано И вот этот Е куб Б выскочил у меня сюда Вот этот полиционный оператор Ну и вот, значит, формула для потенциала Это 4ПЕ Теперь у меня заряд Е, он безразмерный Значит, имеется вот это вот К квадрат И за счет этой петли тут имеется поправка Единица минус альфа на трепле Логарифм Еб на М квадрат Это у меня растет заряд во внешних магнитных полях Но это ничтожная поправка Потому что альфа маленькое число Да еще на 3ПЕ, да на логарифм Поэтому такие поправки меня совершенно не интересуют Это вот как раз классическая радиационная поправка Маленькая поправочка Но меня она не интересует Меня интересует вот эта поправка Которая, может быть, громадная Она степенным образом от Б зависит Видите? Е куб Б Ну и поэтому при этих полях, которые я говорил Тоже поля, конечно, тоже очень большие Но при них этот член продолжает остаться маленьким А вот этот уже здоровый Все, теперь нужно, значит, взять, так сказать, интеграл Найти потенциал Вот взять вот этот интеграл Этот интеграл тоже можно взять Ну, значит, я по ДК параллельно ДК перпендикулярно Значит, раньше вы берете пока перпендикулярный Это будет просто логарифм И вы убеждаетесь в том, что перпендикулярные должны быть меньше, чем ЕБ Когда они будут больше, там вклад маленький Поэтому экспоненту можно выкинуть Значит, будет логарифм А дальше вы по частям его проинтегрируете И, так сказать, достаточно несложный Вот после того, что я вам сейчас сказал Уже упражнение несложное становится И получается потенциал в виде суммы трех членов В двумерии было два члена А тут три члена Значит, Е поделить на З Потенциал по З Но задача-то у меня не двумерная А у меня, значит, четырехмерная У меня силовые линии уходят от протона По всем трем направлениям Поэтому потенциал не ЕЗ А Е поделить на З Правильно? Е поделить на З Значит, первое это просто, так сказать, классические члены А вот две поправки Это стоит с минусом Вот смотрите, как интересно Значит, и вот тут стоит ММ на З Ну, корень из М квадрата Ну, шестерка стоит Ну, Е в степени минус МЗ Плюс Е в степени минус корень Из 2 поделить на П Там ЕКУББ плюс 6М квадрат З Вот, значит, смотрите Если магнитные поля Вот тут появилось как раз первый раз Вот это М квадрат поделить на ЕКУБ Если Б много меньше, чем М квадрат поделить на ЕКУБ Тогда я вот этот член могу выкинуть Тогда у меня останется вот этот 6М квадрат З И тут 6М квадрат З Тут с плюсом, тут с минусом Они компенсируются То есть здесь магнитное поле У меня не сверхсильное Здесь оно меньше, чем М квадрат поделить на ЕКУБ То потенциал оказывается кулоновский, обычно Е на З Плюс там есть поправки порядка ЕКУББ поделить на М квадрат Это маленькие поправки Точно как в двумерии В двумерии у меня тут было В двумерии у меня было Ж квадрат поделить на М квадрат Когда М большое было маленькое отношение, m тяжелое g квадрат поделить на m и тут то же самое тоже мой древесный потенциал в сущности к нему какая-то маленькая поправка меня не интересующая а вот гораздо интереснее будет при больших полях если b много больше, я бы когда-то поделить на e куб тут вот будет три области значит, при z больше, чем компоновская длина волны электрона z больше я мог бы, так сказать, аккуратно это все проделать ну, видите, это уже совсем, так сказать, для... ну, совсем простое упражнение просто проанализировать при разных z, как этот потенциал себя ведет поэтому я могу написать вам, так сказать, ответ ответ такой если z больше, чем компоновская длина волны электрона то потенциал e на z просто обычный кулон то есть никакой экранировки в продольном направлении вот в двумерии была экранировка в продольном направлении четверхмерии экранировки нет она есть в перпендикулярном направлении но перпендикулярное направление меня не очень интересует Потому что электрон болтается именно в продольном направлении Он тут зажат Но если меня интересует просто кулоновский потенциал То тут действительно есть такая симметрия с этой задачей Двумерной, потому что в перпендикулярном направлении Пропадает сферическая симметрия потенциала С учетом магнитного поля он вытягивается Он в продольном направлении В поперечном направлении он экранируется Он маленьким становится Я формулу не написал соответствующую, но это тем не менее так Значит, если z больше, чем единица n Теперь есть промежуточная область z меньше, чем коптные скалинованные электроны Но больше, чем единица на корень из e куб b Кстати сказать, это Это еще в 10 раз больше, чем магнитная длина Вот эта единица на корень из e b То есть я нахожусь за магнитной длиной В продольном направлении И тут еще стоит большой логарифм e куб b поделить на m в квадрате Это значит, если z у меня Между этими двумя Так сказать Находится между этими двумя величинами Тогда потенциал имеет вот такой вот вид Что это означает? Значит, mz у меня меньше единицы Давайте экспоненту разложим Первый, чем будет единица, сократит эту единицу Второй, чем будет mz Но тут делится на z Насчет постоянности, чем потенциал, он ни о чем не говорит И он сокращается Если нам сила нужна А вот последующий, чем будет просто z То есть у меня есть область пространства Где потенциал имеет просто линейную зависимость от z А на расстояниях маленьких А на расстояниях маленьких... С квюсентом m e Что? С квюсентом m e С квюсентом m e квадрат Да, да Да? Да? Нет, даже не m e квадрат Да, m e квадрат Квадрат эта штука, m e в квадрате m e в квадрате z Вот такой будет Такой линейный потенциал И наконец, когда я ближе прижмусь к протону К этому самому То есть у меня когда расстояние будет больше, чем магнитная длина Но меньше, чем вот этот параметр То потенциал у меня вот такой Это экранированный кулон То есть это как будто бы у фотона возникла масса e куб b Квадрат массы e куб b О чем я и говорил На малых расстояниях На самом деле, конечно, потон у меня без массы То есть у фотон был массивный, он должен смешаться с безмассовыми состояниями Никаких безмассовых состояний у меня в задаче нет Но, когда у меня b громадное Так у меня электрон практически как безмассовый Поэтому, так сказать, на маленьких расстояниях у меня у фотона как будто бы есть масса Ну вот и потенциал Есть минус e на То есть, простите, потенциальная энергия Есть минус e на потенциал Вот написал Значит, вот я уже, наверное, к концу приближаюсь Я хотел рисунки показать И все, вот два рисунка покажу Значит, давайте я На этом рисунке нарисован вот этот потенциал Который с интерполирующей формулой получен В единицах m e на e квадрат Вот в таких единицах Его зависимость от m e умножить на z Значит, магнитное поле приложено 10-17 гаусса Ну, так сказать, мне его приложить ничего не стоит Формула представляла 10-17 гаусса Тогда что тут нарисовано? Зеленая линия, это как и раньше обычный кулон Красная линия, это вот эта вот асимптотика На маленьких расстояниях, вот эта вот асимптотика Это красная линия Она быстро уходит в ноль И, наконец, голубая линия Это вот полностью вот эта вот функция Правильная функция, да Которая все учитывается Значит, у нее есть кулоновский хвост вот тут До m z равно единица А от m z равно единица У меня имеется, так сказать, такая вот тут линейная зависимость Если вы ее увидите Если m z меньше единицы Сейчас Если m z меньше единицы Ну, вот тут есть, так сказать, линейная зависимость какая-то Ну, вот так вот Важно, что за За единицей на m у меня имеется Вот возвращается все к кулону Вот все возвращается к кулону За z равно единице на m z Вот Ну, а тут у меня имеется некоторое расхождение Ну, и сразу я скажу Вы видите, потенциал экранированный То есть он слабее кулоновского А у меня там расходимость была логарифмическая Логарифм квадрат Это очень хилая функция Поэтому, если вы чуть-чуть поменяете потенциал Уже у вас энергия поменяется Потому что логарифм хилая функция Если бы была степенная зависимость Тогда такое маленькое изменение Оно бы ничего не дало А вот тут у меня Тут у меня изменится энергия Ну, и вот последний рисунок Это значит разность численного вычисления И интерполирующей формулы Относительная разность Вы видите, что это относительная разность В отличие от случая От случая двумерий Тут она даже знак меняет Ну, тут она 2%, тут она минус 1% Но если я буду искать энергию То когда у меня такой знакопеременный Вот такой вот разницы То в энергии будет еще меньше сдвиг Потому что она усредняется Ну, все, потенциал я определил А потенциал нашел Значит, могу искать энергию состояний В следующий раз У нас немножко сократилось время Ну, минут 3-5 Можно задавать вопросы Почему вы уверены, что интерполяция Фурье Дает и правильный, близкий потенциал? Нет, я так особенно ни в чем не был уверен Но, так сказать, тут же вот Это общее утверждение То есть у меня Фурье образы близки То и, так сказать, сами функции тоже близки Совсем нет Нет, наверное, вы можете придумать какую-то функцию Допустим, сильно дребезжащую какую-то функцию Правильно? Она у вас будет идти по этой А когда Фурье образ возьмете Там какие-то гармоники будут высокие Например, которые у вас не было То есть если вы сознательно Как математическое утверждение Я такое утверждение не делаю В данном, как в этом примере Вот, так сказать, написано и проверяем Вы какие-то произведенные заключения делаете Так, правильно? Нет причин иметь высокие гармоники Нет, у меня же простая цель совсем Я хочу решить уравнение Шридингера В потенциале, так? Я вижу, что у меня есть Вот Шаба Цусловым Они не делали это интерполирующей формулы Вот у них была, так сказать Вот такая вот Интеграла такой И они численно искали эти уровни энергии И получали численно уровни энергии А мы написали аналитические формулы И, во-первых, мы видим, что они близко описывают То, что численно получено И поэтому спектр тоже, естественно, получится близким Ну, с точки до того, что, так сказать Это я завтра расскажу С точки до того, что Шаба Цуслов Просто они шли вслед за Ландау Лившцевым Кто-то мне сказал, что себя святое тронул Но, тем не менее, вот Шаба Цуслов Они святое не трогали И они прямо по мелкой яме делали С экранирующим потенциалом А я уже сказал, что по мелкой яме делать нельзя Поэтому нужна аккуратность Но если я буду делать с помощью своих аналитических формул Для потенциала с мелкой ямой Я воспроизведу эти уровни Основной уровень Шабада Усова С процентной точностью Потому что, так сказать Имея аналитическую формулу Я смотрю всякие асимптотики Численные графики А я вам показывал всякие асимптотики Какая физика То есть аналитическую формулу всегда приятно иметь в руках На нее смотреть приятно Ну и численно она Точность очень хорошая Такие моментные поля Даже на нейтронных звездах не ожидается То есть какое там применение Или почему вы это не делаете При таких полях, где это более-менее еще Где-то может иметь практическое применение Нету Там ничего не видно или что? Тогда это просто игрушка получается? Да, это теоретическая игрушка Никаких таких магнитных полей нет Нет таких Я уже сказал Я на последнем слайде немножко покажу В двух словах я могу сказать В нейтронных звездах есть поля типа 10-12 гаусс На счастье я сказал Мне вот уже 10-16 и 10-17 гаусс В нейтронных звездах поля 10-12 гаусс Есть спекуляция, что есть такие нейтронные звезды Называются магнетары Что там есть поле аж 10-15 гаусс Но в это не все астрофизики, мягко говоря, верят Скорее всего, их нет Там атомы есть в таких условиях вообще? Ну атомы, понимаете, тут вот что Когда у вас, так сказать, магнитное поле, там дипольное Поэтому оно слабо убывает с расстояния Поэтому там, где уже нет никакой звезды Там уже материи Материи уже никакой нет А магнитное поле там есть Там атмосфера есть у нейтронных звезд Ну атмосфера есть, ну и что? Там температура низкая И там могут быть атомы И магнитное поле большое Но большое оно именно типа 10-12 гаусса Но если есть магнетары, то я уже сказал 10-15 может быть есть гаусс Несколько есть этих магнетаров Порядка 10 там их найдено Но в них не все верят Я еще раз хочу подчеркнуть Даже если есть и 10-15, мне нужен тут 10-16 и 10-17 Зачем нужны будут водические игрушки, я отдельно могу сказать На самом деле есть такое Как только мы произойдем швингеровское поле Так оно рассыплется на рождение пар Почему нет? Это же магнитное поле Магнитное, да У меня магнитное Ну это я с этого и начал Я хочу посмотреть Вот у меня есть какая-то формула Я хочу асимптотику найти Это полезное упражнение, по-моему Достаточно красиво Тут в физике есть достаточно красиво, по-моему Но в смысле практических приложений Я с этого и начал еще Потомки оценили Еще можно поражиться, да? Почему на такой вопрос? Вот поправки кулона Почему вы не говорите, что это массивный фотон? Как они связаны вообще? Фотон это, так сказать, фотон, а поправки кулона это вообще никакая отдельная история Как это сказать? Ну когда я говорил обмен Ну когда вы обмениваете безмассовые частицы Вы получаете потенциал единицы на r Правильно? Когда массивный обмениваете Получаете ефти-минус мюр поделить на r Ну вот я только это имел в виду и все Фотон это не тот, который летает Когда частица летает Ну конечно, если фотон летает, у него массы нет никакой Есть две компоненты, которые летают А есть еще кулон Я обсуждал все время кулон Потому что мне хочу атомы смотреть Еще можно вопрос? Вы очень быстро сказали фразу, что для того, чтобы фотон получил массу, ему надо с кем-то смешаться Безмассовыми состояниями Как два безмассовых состояния Эфермион при этом упомянул Да Ну это речь У меня с эфермионной парой смешивает Аааа Проглотил У меня полиционный оператор Эфермионная пара Это в смысле очень похоже на технице Понятно То есть есть безмассовое связанное состояние электронной позитроны Типа позитрония Безмассовый позитроний А? Но безмассовый Безмассовый позитроний Если фотон смешается, то он получит массу Очень забавно посмотреть Эти игры для графена Вот это Это единственное практическое приложение Которое может быть есть На последней прозрачке это будет написано Вот в графине Они говорят, вот твердотельщики Что они все время там видят эффект Парадокс Клейна, вот когда там Сверхсильные поля, хотя там электрические Хотя там поля очень маленькие в графине Потому что в графине там у них может быть Вот у меня m квадрат поделить на e куб И это громадное число Вот они говорят, что в графине У них, во-первых, m равно нулю А во-вторых, e у них бывает порядка единицы Тогда это вот, пожалуйста В графине можно это смотреть В конце у меня это написано Я пытался даже разговаривать с людьми, которые этим графином занимаются Но это не совсем Такое пустое утверждение Потому что Эллиот и Лоуден Я уже сказал, они изучали сильные Магнитные поля, сильнее атомных Которых, казалось бы, тоже нет Атомное поле это 10 девятый гаусса Самое большое поле, которое было когда-либо на Земле созданное Это 3 на 10 шестой гаусса Нет, 3 на 10 седьмой поле 3 на 10 седьмой поле Атомное поле 10 девятый гаусс Зачем они этим занимались? Потому что вот есть экситоны Электрическое 10 девятый Не-не, атомное магнитное поле Это 10 девятый гаусса 2 на 10 девятый m квадрат на e куб умножить Это 2 на 10 девятый гаусса Это 2 на 10 девятый гаусса Тем не менее, в экситонах Там у них заряд экранируется Поэтому он меньше, чем Е И масса у них тоже маленькая Тоже маленькая Поэтому в экситонах, в полупроводниках Там видят такие спектры Которые Эллиот и Лоудон этим занимались Потому что в твердом теле Вообще говоря, эти поля Которые казалось бы безумные совершенно В твердом теле их можно наблюдать Есть такие твердотельные эффекты Но я по твердому телу не специалист Вот насчет графена Рассказали, я сказал Михаил Владимирович, будет еще вторая лекция Одну минутку Вы тогда поблагодарите Есть сообщение у Олега